Гроу-бокс появился в эколого-биологическом центре недавно. Он занимает всего несколько квадратных метров, а растут здесь порядка 50 разных растений. Биологи зимой собирают уже второй урожай огурцов, вырастили гиацинты и клубнику из семян. Сходы зашли, и мы ее уже пересадили в эту гидропонику, такие горшочки. И здесь она у нас будет расти до нужного размера. В эколого-биологическом центре появилась и новая агротехнологическая лаборатория. Здесь исследуют состав семян и растений и влияние удобрений на них. Наливаем 10 миллилитров. Как нам отмерить? Кто мне скажет 10 миллилитров? Вот молодец, да. При помощи вот этой мерной проверочки отливаем 10 миллилитров. В соседнем классе проводится биоэкологическое исследование. Изображение с микроскопа передается прямо в ноутбук. По крови лука пропитаны липопротеином. Липожир, протеин, белок. Почему именно жир, мы тоже с вами проговорили. Потому что предохраняет от высыхания. Жир – это вещество, которое этому способствует. А вот для студентов занятия проходят на улице. Их учат определять возраст деревьев, рассчитывать, сколько в них полезной древесины и находить шишки с семенами. В шишках нового урожая все чешуйки все закрыты. Вот она. Она закрытая шишка. Это здоровая, хорошая шишка. Вот эта шишка, она уже прошлогодняя, потому что она раскрыта. И все семена из нее уже, вот смотрите, здесь семян в ней уже нет. То есть она не годная ни для чего. В это же время семиклассники проводят опыты с удобрениями. После изучения их влияния на растения создают питательную смесь и запускают ее в гидропонные и аэропонные установки. Вырастить можно цветы для создания флорариумов, а также фрукты и овощи. Проводят сорты испытаний картофель, например. Как картофель реагирует вообще на гидропонику? Можно ли его выращивать в минеральной вате? И различные вот такие интересные, опять же, исследования, например, полный цикл развития клубники и земляники от семян до взрослого растения, до плодоношения. В центре надеются, что многим школьникам кружки помогут с пользой провести время, а также определиться с будущей профессией. Дина Ислеева, Сергей Данилин, телекомпания «Город».